Сегодня суббота, 6 декабря, московское время 23 часа 1 минута, и мы начинаем прямую трансляцию второй отборочной игры зимней серии «Что, где, когда» 2008 года. Суббота, 6 декабря. Москва. Писатель Борис Бурда, Одесса. И капитан команды, режиссер и продюсер Андрей Козлов. Москва. Против лучшей команды знатоков 2007 года сегодня играют. Нина Максимюк, поселок Горельского лесхоза. Сергей Речин, Троицк. Галина Безбородова, Воронеж. Елена Головина, Рязань. Сектор Блиц. Юрий Сверков, Горячий ключ. Юрий Бабин, Барнаул. Елена Воробей, Киев. Сектор Супер Блиц. Иди Митривеля, Тбилиси. Хирил Логинов, Санкт-Петербург. Елена Александрова, Москва. Тринадцатый сектор. Зимние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня вторая отборочная игра зимней серии. Команда МТС во главе с Валдисом Пельшем обыграла на прошлой неделе команду телезрителей со счетом 6-4. Чтобы обойти команду МТС и продолжить борьбу за выход в финал, команде Андрея Козлова необходимо победить сегодня телезрителей. В случае поражения команда закончит этот сезон прямо сегодня. А если победит, все решится на следующей неделе в игре команды Олеся Мухина. Горячий ключ. Против вас играет ветеран труда Юрий Сверков. Город Горячий ключ, Краснодарский край. Господин Козлов, вопрос снят самим телезрителям. Слушайте внимательно. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, перед тем, как приготовить строганину из рыбы, многие коренные жители Крайнего Севера поступают так. Внимание, вопрос. Для чего это делается? Для чего рыбе отсекают часть головы? Когда делается строганину. Проверяют, что она заморожена. Степень замороженности. Она должна ровный срез быть. Потому что организм нужно хорошо замороженность. Потому что они строгают ее. Может, чтобы легче было шкуру ободрать? Она уже была ободрана у него. Как ее строгают? Хвоста к голове или от головы хвоста? От хвоста к голове строгают ее. Чтобы кусочки не распадались. Именно проверить готовность. А если нет замороженности? А зачем? Это что-то практическое, топором отрывает. Там собака сидела. Можно проверить, хороший или нет. Будет есть или нет. Да, можно это, ребят, как-то. А что? Конечно. Не, ну это как? Нет. Почему? Это понятно. Ребят, она заморожена. Рыба мне ее в голову. Рыба чего? А в жабрах у рыбы много. Там собака была? Да, да. Была собака. Ну тогда бросили собаки. Ты думаешь? И проверить качество что-либо? Собака, кстати, не побежала. Ну что? А он ее не бросил еще. Ребят, что-то вы мне кажется... Итак, пора отвечать. Да, я понимаю. Отвечать будет Игорь Кондратюк. Прошу, Игорь. Нам кажется, что таким образом, сделав такой первый отруб части головы, человек, который начинает делать строганину, проверяет степень замороженности рыбы. Степень замороженности рыбы? Насколько рыба заморожена и готова к тому, чтобы из нее делали строганину. Игорь, скажите, а вы как делают строганину? Вы можете руками показать. Ну вот пусть это рыба у вас. Мне кажется, что берут за хвост, если вот это хвост, и строгают к голове. Ну так, а у вас болтаться же будет в руках? Что у меня будет в голове? Рыба. Внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Отсекая часть головы, вы придаете рыбе устойчивость. Когда начнете ее строгать, она не будет саживать по столу твоим острым носом, что существенно облегчит вам задачу. Честно говоря, я в удивлении. 1-0 в пользу телезрителей. Юрий Сверков из города Горячий Ключ Краснодарского края заработал 10 тысяч рублей и оплачивает эти выигрыши у нас в Пинбанк. Получил он 10 тысяч рублей потому, что принес своей команде первое очко. Тот телезритель, который принесет второе, получит 20. За третье – 30. И так далее. А телезритель, который принесет шестое победное очко, получит от Пинбанка 60 тысяч рублей. Второй раунд. 13.mts.ru По этому адресу в интернете вы, уважаемые телезрители, можете во время прямого эфира отправлять свои вопросы в 13-й сектор. А по адресу 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, что, где, когда, вы можете отправлять письма с вопросами в любое время, когда вы захотите. Обратите внимание, что изменился индекс 127-427. Давайте за стрелкой посмотрим. Что, Блиц? Нет. По стрелке Барнаул. Против вас играет предприниматель Юрий Бабин, город Барнаул Алтайского края. Внимание. Вопрос. Что английский философ Фрэнсис Бэкон сравнил с тонким слоем льда? Один человек пройти сможет, а целый народ рухнет в бездну. Ответ готов. Ответ готов. Отвечает Борис Бурда. Прошу, Борис. Он сравнил с таким тонким слоем льда атеизм. Один человек пройти сможет, а целый народ рухнет в бездну. Один-один. Борис Бурда сравнивает счет. И приносит своей команде первое очко и дополнительную минуту на размышления. В зимней серии «Что, где, когда» интересы знатоков защищает директор МТС Москва Сергей Пешев. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин ведущий. Вы знаете, чтобы команда МТС еще раз сыграла, надо Козлову сегодня проигрывать. Так что вы особо не усердствуйте. Нет, господин ведущий, я всегда поддерживаю эту команду и всех знатоков. Я очень хочу, чтобы они победили сегодня. А интересы телезрителей защищает Григорий Кусельников. Добрый вечер, господин Гусельников. Вот на прошлой игре у нас с вами возник инцидент, когда был с вашей точки зрения не очень корректный вопрос в 13 секторе, да? Да. Вы знаете, но мне кажется, что здесь все зависит от вас. Только в ваших руках оплачивать или не оплачивать в конечном итоге выигрыш телезрителю. Я думаю, что если один-два раза вы после подобных вопросов скажете «не оплачивать», так телезрители будут ссылать другие вопросы, мне так кажется. Я абсолютно с вами согласен, господин Гусельников. Я хотел это сделать, просто было шумно, вы меня не услышали, поэтому так оно все пошло, как пошло. Говорите громче, Григорий. Но я абсолютно с вами согласен, в следующий раз надо поступать именно таким образом. Также в зале присутствует, господа, сегодня жених с 33-летним стажем, хранитель традиций нашего клуба, Михаил Борщевский. Михаил, вы с Олькой, Ольга, добрый вечер. В прошлый раз отсутствовали, потому что отмечали 33-х уже, да? Лети свадьбы. Как у классика, жили-были старик со старухой 30 лет и 3 года. Так, и как в 34-й пошел? Ну, вообще, мы ровесники передачи. Абсолютно срочно, да. Передачи в 30-й год, поэтому очень легко запомнить. Значит, вот в одно и то же время. Ну, какие у вас впечатления остались? От чего? Ольгином от 33-х лет. Ольгиным терпением я всегда восхищаюсь. Спасибо вам, господин ведущий. Вы меня понимаете. Михаил, а у вас какие ощущения? Ну, понимаете, вообще, у меня так год за три считается, поэтому у меня уже 99, понимаете? Уже скоро будет 100. Вы знаете, ну, вообще, на самом деле, действительно странно. Вот помнятся те события так, как будто это было только вчера. Но, на самом деле, 33 года уже... Странно, странно. Еще раз поздравляю вас. Третий раунд. Господин Кондратюк, на прошлой игре вы спрогнозировали падение курса евро по отношению к доллару США. Посмотрим на экран. Ваш прогноз не оправдался. И приз от компании Форекс Клуб вы не получите. А ведь могли заработать, Игорь, 10 тысяч долларов США. И на такую сумму заработал Алексей Ерохин из города Мытищи. Которого мы поздравляем. Санкт-Петербург. Против вас играет школьник Кирилл Логинов. Город Санкт-Петербург. Однажды Генри Форд Собрал у себя руководителей филиалов своего концерна. И сразу по окончании совещания неожиданно отправил всех в круиз на заранее зафрахтованном океанском лайнере. Внимание, вопрос. Для чего Генри Форд решил обезглавить свои филиалы? Проверить работает трепестник. Если не подготовил заместителя, то значит работает плохо. А может быть он собрал пауков в банку, пытался выбрать из них лидера? Из них лидера пытался выбрать. А там они как в банке паутки, кто кого-то есть. Там же собрались лидеры, а не хотел он таким образом просто избавиться от них? А зачем? Они же вернутся потом. Он же их не утопит. Нет, он после этого сделал ноты. Если проработали хорошо, то получается. Там, где без руководителя работают плохо, руководитель тоже не гонит, повышать его ноты. А если проверить? А поощрение такое? Поощрите их. А поощрите коллективизм их. Ну, а зачем они в разных филиалах работают? Ну, а что, а их же не на обитаемых? Это принадлежит в курсе филиалки. Они там только отдыхали или учились. Это неизвестно. Он собрал всех. То есть все филиалы остались в одинаковых. Кто через филиал лучше работал, тот в полдом будет его заместителем. Итак, господин Козлов, кто будет отвечать? Отвечать будет Алексей Капустин. Господин Капустин, я только обращаю ваше внимание, так как здесь ответ не одно слово. Вы с одной стороны ответить должны правильно, а с другой стороны не наговорить лишнее. Не накидывайте в ответ всего, чтобы я понял, что именно вы отвечаете. Итак, из чего Генри Форд решил обезглавить свои филиалы. Основная цель в этом ее состояла, чтобы посмотреть, какой из этих филиалов будет в отсутствии руководителя работать лучше. И, соответственно, сделать вывод о том, какой из отправленных в рейс руководителей лучший. Все. А теперь, внимание, правильный ответ. Генри Форд решил проверить эффективность работы своих топ-менеджеров. Он был убежден, что если в филиале работа отлажена, то предприятие будет давать хорошие результаты и в отсутствии руководителей. И в итоге уволил тех руководителей, без которых филиалы работали плохо. Практически в слово в слово то, что сказал Борис Бурда в начале. Но вы сказали немножко другое. Практически как то же самое. Да, все отличие заключается в том, что он не сравнивал их между собой. Хотя в конечном... Извините, вы в ответе сказали, что он был определял худших. Да. А вы сказали, кто он определял, кто лучший. Соответственно, одно и то же. Но это же разница большая, Алексей. Не, не, ни в коем случае. 2-1 в пользу знатоков. Счет 2-1 в пользу команды Андрея Кослово. Уважаемые абоненты МТС. Наш генеральный спонсор, компания МТС, предоставляет вам уникальную возможность в прямом эфире задавать знатокам личные вопросы. Присылайте эти вопросы на номер 777 со своего телефона МТС. Укажите, кому вы задаете вопрос и от кого он. Что-то вы очень веселые, Андрей. Лучше быть веселым, чем грустным. Это правда. Москва. Елена Александрова. Против вас играет биолог и знаток элитарного клуба «Что, где, когда» Елена Александрова. Город Москва. Внимание, подарок свекрови. Господа, по туркменской традиции, мать жениха должна подарить будущей невестке на свадьбу серебряное веретено и такое необычное кольцо. Внимание, вопрос. С какой целью свекровь дарит невестке этот предмет? Нет, если ребенок заплакал, она услышит. А, пока она работает, кольцо свинит. Значит, она рабочая такая. Рабочая, здесь не воды, чтобы не сочковала. Нет, нет, нет. Ну, чтобы не сочковала. Веретено, она должна прясться. Это хорошая ответственность. Еще что может быть, ребят, для чего? Может, просто, чтобы не радует, где она находится. Это же зерковь дарит, да? Как девочки петь должны, чтобы ягоды не ели. Что еще, давайте, ребят, ищем. Верет, просто, чтобы оснеживать себя, находясь отданным, если невелика. Ну, это же не детям надевать, правильно? Потому что сразу дарит, еще до свадьбы. Нет. Хотя ребенку... Во время любого будет. Короче, воспитатель, вообще, воспитатель, на свадьбу, на свадьбу, на свадьбу, на свадьбу. Чтобы она не ленилась, да? Ее контролировать. А может быть, какой-то родовой знак, это? Ну, все может быть. Да, я знаю, почему именно... Да, я знаю, что, когда она плетет, ковер... Нет, ну, вообще, что-то... Итак, кто отвечает? Мне очень понравилась версия Николая Силантьева. Хорошо, Николай. Представим, что я... Правда, пальчики такие, колотушечки. Представим, что я та самая невеста, да. И вот сам процесс придения шерсти, вересного, он вот такой вот, она вот так вот крутит вересено, чтобы шерсть. И в это время колокольчики звенят. Пока они звенят, невестка работает, значит, хорошая работящая попалась жена сыну. Как только колокольчики перестают звенеть, значит, у нее обеденный перерыв, допустим, отдыхает она. Значит, плохая невестка. Слышите, контроль. Да, контроль, скажем так, контроль. А теперь, внимание, правильный ответ. Чего ты контроль невестки? Теши на кого. Когда невестка прела, бубенчики звенели. А свекровь, даже занимаясь своими делами, могла слышать, работает невестка или сидит без дела. 3-1. А сейчас, внимание, судьба главного приза зимней серии «Что, где, когда» 2008 года определится в финальной игре, которая состоится в субботу 20 декабря. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит «Хрустальную сову» и сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же в финале победу одержат телезрители, то лучший игрок этой команды получит «Хрустальную сову» и эксклюзивную пластиковую карту на сумму 300 тысяч рублей от «Бенбанка». Пятый раунд. Уважаемые телезрители, как я сказал, 20 декабря состоится финал зимней серии, а уже 27 декабря состоится финальная игра 2008 года. 12 телезрителей приедут к нам, чтобы в споре с лучшей командой знатоков разыграть главный приз «Бриллиантовую сову» и 1 миллион рублей. В прошлогоднем финале, кстати, играла команда Андрея Козлова и «Бриллиантовую сову» и 1 миллион рублей получил Борис Бурда. Борис, скажите, вы уже потратили этот миллион? Даже не помню, я как-то отдельно не выделяю этот миллион, но положил в тумбочку. «Блиц». Работаем, работаем. Внимание, три чёрных ящика. Страшно? Очень. На мне. Ещё бы. Внимание, вопрос первый. В маленьком чёрном ящике находится продукт, потеряв который, одна литературная героиня обрела свободу слова. Екатерина Сопина из деревни Ахтырка спрашивает, что в маленьком чёрном ящике. У нас это Таня громко мячет, ура не мог речь. Ещё что может быть? А не свободно слово. Русалочка потеряла, что ты ела хвост. Она была немая. Нет, там хвост положили тебе русалочки. А что такое? В свободно слово, ребят, может потеряли... Клят? Клят? Кто? Ещё суд. Что? Это продукт. Итак, кто отвечает? Русалочка. У нас как-то никак не идут блицы, к сожалению, я понимаю, что это неправильно, но ответит Игорь Кондратьев. Прошу, Игорь. У меня беда какая-то просто. Кто-то ел булочку, потерял и заговорил, где моя булочка. В чёрном ящике? Булочка. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Орлова, я так понимаю, что вы знаете про эту героиню всё. Речь шла, господа, о героине... Ну что это такое? Ну что это? Да ну, Игорь, ну... О героине басни Ворона и Лисица Крылова. А в чёрном ящике сыр, который выпал. Вот она обрела свободу слова. Три-два. Какая-то, ну просто, ну не везута. Не везу-ка у вас с блицами, не везу-ка. А вот команда Мухина, между прочим, ваши соперники, уже, по-моему, на два блица в этом году ответили, да? Надеюсь, что в следующий раз, Олесь, третьего раза не будет. А 20 тысяч рублей заработала Екатерина Собина из деревни Ахтырка. Поздравляем вас! Крупнейший оператор сотовой связи в Центральной и Восточной Европе компания МТС приготовила приз лучшему игроку команды Андрея Козлова. Книгу с автографом знаменитого абонента МТС. Господин Вешев, расскажите, от кого сегодня приз? Сегодня приз – это любимая книга олимпийской чемпионки, заместителя, председателя Государственной Думы Российской Федерации Светланы Журовой. И на памяти о сегодняшней передаче она написала, как важно иногда стать опять ребенком и перечитать детские сказки. В них заложена мудрость жизни и есть чему поучиться, скинув маску взрослости. Желаю всегда оставаться ребенком, чистым, настоящим и мудрым Светланы Журова. Вот видите, да, Господи Журову как воду смотрела, как раз ворону и лисицу было бы перечитать неплохо. Благодарю вас, Господин Вешев, шестой раунд. Уважаемые абоненты МТС, мы ждем ваших смс-сообщений на номер 777 с фамилией лучшего, на ваш взгляд, игрока команды Андрея Козлова. Вы можете проголосовать за Алексея Капустина или за Игоря Кондратюка, за Николая Силантьева или Андрея Козлова, двукратного обладателя хрустальной совы, обладателя титула «Лучший капитан клуба», а также за обладателя одной бриллиантовой и двух хрустальных совы Бориса Бурду, либо за обладателя хрустальной совы Владимира Молчанова. Владимир, что у вас не срослось с вороной? Киев. Не знаю. Против вас играет майор милиции Елена Воробей, город Киев, Украина. Господин Кондратюк, скажите, вы в Киеве не сталкивались с майором? С таким нет. Внимание, господин Кондратюк, вещественные доказательства. Перед вами, господин Кондратюк, предметы, подобные предметы были изъяты органами внутренних дел Украины у одного подозреваемого. Внимание, вопрос. В каком преступлении обвиняли этого человека? Пудра, клей. Это пудра. Это не пудра, это не пудра. Это силикат, это силикат. Силикат не клеит. Подделывал что-то? Печати? Подделывал внешность? Фиксировал. Внешность банан. Большего монетчика. Какие еще посещения? Он снимал субления. Потокопии. Так, о печати не ездят. Печати подделывал, деньги подделывал. Зачем ему? Влад, Влад фиксировать это. Слушайте, отпечатки пальцев он не мог так спрятать свои? Свои спрятать? А, взять чужие отпечатки пальцев. А зачем ему? Нет, он мог замаскировать свои лаком для водителя. Ну и что? Но в каком преступлении это образование? Да, достаточно лака. В каком преступлении его подозревали? А не может это для водителя быть хоть как полезно? Может он подделывает подписи или печати? Провозди нет, нет. Что можно сделать и лаком, и клеем? Всем запах не отбить. Здесь нет. Баком что-то закрепить. Да все, закрепляет. Можно ли что, какую-то подпись и подать отпечатки пальцев? Подписи? Какие подпись? Большого манечника? Какие вообще преступления такие вот могут быть, чтобы это нам пригодилось? Да еще украинские преступления. Дедакник, кто отвечает? Восьминута. Господин ведущий, у нас есть дополнительная минута. Совершенно верно. Мне кажется, что имеет смысл ее воспользоваться. Если вам не сложно, еще раз, ну, предметы вынесли. Повторите, пожалуйста, вопрос. Хотите, Даша, предметы по-новому вынесем? Да, ну, это вот. Если только важно было... Подобные предметы были изъяты органами внутренних дел Украины у одного подозреваемого. А вопрос, в каком преступлении обвиняли этого человека. Пошла дополнительная минута. Что можно делать, ребята? Где лаком? Закреплять. А что закрасить? Слушайте, может он внешность менять? А для чего? Для чего менять? Какие фотографии переделывать? Документы, может быть, подделаны? А как документы не подделываешь? Деньги не подделываешь? Цвет денег. Цвет зеленый. Цвет зеленый. Это не преступление. Это не преступление. Ну, как ты? Это преступление. Катало. Хорошо. Да и не может привязать к чему. Отражение какое-нибудь не может здесь быть. Посмотрите, арестовать что-нибудь. Не, похоже очень, что он менял рубашку. Да. Ну, крапил как. Крапил, да? Это не преступление. Да. Это преступление. Да. А силикатный клей к чему здесь? Дай патушку. Все. Отвечает... Прошу, Владимир. Предполагаю, что с помощью этого набора преступник каким-то непонятным для меня образом метил карты и, соответственно, он карточный шулер. Или как катало называют таки. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Самое главное, что, действительно, вы правильный ответ называли многократно, но только почему-то у вас не складывалось дальше, да? Вы не понимаете, каким образом. При помощи клея и блестящих зеленых, как сказал господин Капустин, теней имитировался изменяющийся цвет. Лак для волос придавал бумаге привычный хруст. Подозреваемого обвиняли в изготовлении фальшивых долларов. Все-таки. 3-3. 30 тысяч рублей заработала Елена Воробей из Киева. Поздравляем ее. В этом сезоне в клубе «Что, где, когда» разыгрывается элитарный приз – «Вольксваген Фаэтон». Этот автомобиль представительского класса объединил традиции ручной работы с новейшими технологиями. А получит этот «Вольксваген Фаэтон» знаток, который выиграет «Суперблиц» последним в этом сезоне. Правда, пока у нас нет даже первого, кто его выиграл. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, заходите на сайт forexclub.ru, регистрируйтесь и вы сразу получите на свой виртуальный счет одну тысячу долларов США. А если зарегистрируетесь в ближайшие два часа – две тысячи долларов. И каждый, кто заработает за следующую неделю хотя бы один доллар, получит приз от компании «Форекс Клуб». Что я могу сказать? Счет пока равный, но как-то обидно. Вот. Суперблиц. Сейчас, чем потом. Вот он. Три вопроса. По 20 секунд размышления на каждый играет один знаток. Кто остается за столом? Еще одна попытка в этом сезоне у Бориса Бурды. Борис Бурда. Чтобы одержать победу в «Суперблице», господин Бурда должен ответить на три вопроса подряд. Борис. Да. Вы управляете автомобилем? Нет. Нет. Может быть, тогда кого-то у Козлова посадим? Шутка. Внимание, вопрос первый. Добившись руки любимой девушки, вы всегда будете ее ощущать. Светлана Тетерич из Калининграда спрашивает, где именно вы будете ощущать руку своей возлюбленной согласно шотландской поговорке. Тишина. Тихо, тихо, тихо. Шотландцы, народ скупой. А вы уже отвечаете? Да, боюсь, что в своем кармане. Это ваш ответ? Это мой ответ. А теперь, внимание, правильный ответ. Шотландцы говорят, добившись руки любимой девушки, вы всегда будете ее ощущать в своем кармане. Тратиться придется уже на жену. Продолжаем Супер Блиц. Внимание, вопрос второй. Анна Теслюк из села Рыбалово Томской области интересуется, что Вольтер называл единственным приключением, доступным робким. Тихо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прошу. Никто не обойдет этого приключения, в том числе и робки. Может быть, Вольтер имел в виду смерть? Смерть? А вот господин Борщевский стоял и улыбался, потому что господин Борода Вольтер считал брак единственным приключением, доступным Робкин. 4-3 в пользу телезрителей. 40 тысяч рублей заработала Анна Теслюк из села Рыбалово Томской области. Восьмой раунд. Давайте посмотрим, что интересует телезрители о личной жизни наших знатоков. Андрею Кослову от Ильи из Зеленограда. Мировой кризис может повлечь кризис интеллекта? Я думаю, что наоборот, чем больше мировой кризис, тем больше возможностей умных людей проявить себя. Алексею Капустину от Инги из Солнцева. Ваш герой в реальной сегодняшней жизни. Ваш российский президент. Борису Бурде от Вероники из Новороссийска. Ваш кулинарный рецепт от плохого настроения. Некоторое время не жрать. Воронеж. Работаем, ребята. Работаем, ребята. Против вас играет Галина Безбородова, город Воронеж. Господин Козлов. Да, господин ведущий. Сразу скажу, что в этом вопросе телезритель опирается на точку зрения психолога Американской Академии Би-Би-Си Фредерика Малемстрюма. Он, конечно, не истинно в последней инстанции, но с таких невероятных предположений, на мой взгляд, и начинаются великие открытия. Господин Капустин, вы согласны? Вы готовы к невероятным предположениям? Не очень. Готов. Посмотрите на экран, Алексей. Да. Подобного человека обычно описывают люди, которые, по их утверждению, были украдены инопланетянами. Большая голова, раскосые глаза, маленький рот и подбородок. Господин Капустин, вы сталкивались с такими? Нет, слава богу. Ученый провел огромную работу и пришел к выводу, что это не инопланетянин. Это собирательный образ. Всем известный образ. Внимание, вопрос. Чей же это образ? Мать. Кто это? Ребенок видит мать. Да, ребенок изнутри видит мать. Или снаружи. Нет, нет, прибыл во время рождения. Или снаружи. Он еще не... Вообще, это сам ребенок. Да, у него большая голова. Да, у него есть не настроение зрения. У него всегда узкие глаза, но голова непропорционально большая. Вот подбородок тут. Какой еще можно сказать? Подожди, всем известный образ. Все-таки это ребенок в утробе матери или ребенок просто мать восприятия ребенка. И потом он остается... Ребенок, может, и первый человек, который видит ребенок, а виша? Это ребенок. Ну, это когда... А, невероятное положение. Мы не можем знать, как он выглядит в утробе, мы знаем по УЗИ. А вот как... Мы не можем помнить, а тем не менее. Еще версия. То есть... То есть... Это что? Это мать, это изображение, это мать, это не изображение. Это всем известный ум. Господь мог. А может, это маленький, невероятный, невероятный, ну... Раскосые глаза, нет. А почему? У всех детей глаза раскосые. А может, он там... А может, он сам себя так видит? Нет. А нахит, как ребенком, как Богородица. Всем известный образ. Каждый из нас этот образ видел. Ты понимаешь, что он говорит? Мать... Мама... При рождении. Ну, это же ребенок, я... Итак, итак, кто отвечает? У вас есть две противоположные версии, из них надо выбирать. Кто отвечает? У нас, конечно, две противоположные версии, но одна из них кажется более невероятной. Кто отвечает? Николай Силанчев. Хорошо, Николай. Ну, насколько нам кажется, это лицо матери, каким видит его ребенок, когда открывает глаза, у него зрение еще не сфокусировано, это происходит где-то, по-моему, через два или три месяца, и вот это смутное расплышение изображение лица матери, оно у нас в сознании застревает, и потом мы воспроизводим через много лет его где-то вот в нашем подсознании. То есть это изображение лица матери, которое видит ребенок при открывании глаз своих. То есть вы хотите сказать, что это мама? Это лицо мамы, да. А что? Очень миленькое лицо. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, дело в том, что психолог Малинстрюм задался вопросом, почему все люди описывают один и тот же образ, когда говорят об инопланетянах. И он предположил, что это не инопланетяне, а тот, чей образ хранится в подсознании каждого человека. Ученый взял женский портрет и обработал его на компьютере с учетом особенностей зрения новорожденного ребенка. И получился портрет того самого пришельца. Это собирательный образ матери. Перед вами мама. 4-4. Молодцы. Так держать, так работать. Это молодцы. Я понимаю. Браво, господин Силантьев. Девятый раунд. Господин Козлов, мне тут говорят, что я сказал, что это был психолог Американской Академии Би-Би-Си. Это на нервной почве. ВВС. ВВС. Что одно и то. Мы бы дали в этом случае нам другой ответ. То есть переграем. Рязань. Работай, все. Отсмеялись. Против вас играет художник Елена Головина, город Рязань. В конце 17 века в крупных японских городах появились группы людей, которые получили прозвище Якудза. В переводе с японского Я-Кудза 8-9-3. Хотя для нас привычнее, например, 10-9-3. Например. Внимание, вопрос. Чем в те времена занимались эти люди? Что для нас привычнее 10-9-3. Байцы, если там отрубали. Вообще не гангстри. В это время... Налоги собирали? Я понял, только голландцы были. Налоги собирали. А ты можешь... А ты можешь... Могли, которые с иностранцами связаны. Налоги собирали. Якудза вообще так... Якудза... 9-3 для нас привычнее. Какие-то. Так, для нас 10-9. Еще 10-9. 8-9... Это какие-то... Это что, купюры какие-то? Нет, это же люди все-таки. Еще версия. Якудза это... Это грант. Ну да. Деньги имеются ввиду. Может, процент какой-то собирали. Деньги собирались. Почему? Что такое 10-9 делим на 9, но делим на 3. Нет, не делим. Не делим. 10-9, как нам в 3. Нам что привычнее? Другие у нас купюры. 10-9-3. Главное, там... Там 8-9, а у нас 10-9. 8-8 символ смерти. У них меньше, больше, меньше. У нас меньше, меньше, меньше. 10-9-3. Откройте глаза. Руд откройте. Это бандиты. Итак, кто отвечает? Счет 4-4. Счет нас 4-4. 10-9-3. И эти люди занимались? Отвечает Игорь Кондратюк. Прошу, Игорь. Эти люди занимались разбоем. Разбоем. Поэтому 8-9-3. Теперь, внимание, правильный ответ. Не футбол, нет. Ну, я так понимаю, что вы знаете, что сегодня Якудза – это группа организованной преступности. Мафия. Но что это было изначально? И при чем тут 8-9-3? Якудза – 8-9-3. Почему-то вы все время делили в сумме, господин Козлов, 20. А для нас привычнее бы 22. Самая плохая комбинация в старинной японской карточной игре – три карты. Выигрывает тот, кто наберет 19. А у нас 21. Вот почему нам привычнее. А 20 – Якудза. Перебор. В 17 веке прозвище Якудза получили люди, которые занимались организацией карточных игр. С ними все равно, думали японцы, играть бессмысленно все равно скажут – Якудза, перебор у тебя. Впоследствии термин перешел на все группы организованной преступности. 5-4 в пользу телезрителей. Ребята, работать два вопроса где-то надо. Можем взять. Можем. Художник Елена Головина из Рязани благодаря Пинбанку заработала 50 тысяч рублей. Работайте. Господин Мухин, через неделю, 13 декабря, будет играть ваша команда. И у вас есть возможность получить приз от компании «Форекс Клуб». Выберите из пяти основных валют, которые вы видите на экране, любую пару. И дайте прогноз, какая из них вырастет относительно другой в течение следующей недели. Прошу вас. Господин ведущий, мы будем последовательны, как во всем. Поэтому мы по-прежнему считаем, что доллар должен подрасти относительно евро. Оправдается ли ваш прогноз? Узнаем через неделю. Господин Сиднин. Вот как вам игра сегодня команды Андрея Козлова? Я люблю эту команду. Мне она всегда нравится. Но вам не кажется, что вот где-то в середине игры они немножко упустили легкие вопросы, которые, по идее, надо было бы отвечать. И сейчас уже тяжелее им приходится. Я думаю, что в начале пошло все легко, и действительно они чуть-чуть раскладывались. Теперь трудно. Ну, труднее, я бы... Труднее, да. Труднее. Десятый раунд. Да, еще у вас помощь клуба теперь есть, кстати. Казань Козлов, ну, мне очень приятно, знаете, что сегодня, что сегодня у вас бывают игры, когда Владимир Молчанов вытягивает игры, бывает, когда Борис Бурда, а сегодня, конечно, Николай Силантьев с Игорем Кондратюком. Они так на пару. Хорошо. Алексей Копусин иногда им помогает. Но тринадцатый сектор. Вот ведь якутца. Интернет против знатоков. 4195 вопросов прислали сегодня телезрители в тринадцатый сектор, и сейчас компьютер выберет один из них. Студентка из Санкт-Петербурга Юлия Панкратова. Играет против вас. Внимание, вопрос. Сегодня немногие женщины делают это. Некоторые не делали этого со школы, некоторые делают это для тепла или красоты. Я, чтобы расслабиться. А вопрос? Ну, что, наверное, что делают? Это занятие спортом. На физкультуре занимались, сейчас не занимаются. Подожди, ну да, косы. Косы плетут. Поехали, работаем. Косы, вопроса не было. Еще что можно? Какие было вопросы? Некоторые делали со школы. Косы, понятно. Бантики? За тепла, зачем? Косы, да. Некоторые делали это за тепла или косички. Косички. Косы, бантики. Косы, бантики. Это моё косо на голову. Нет, возможно, ребят, кричат. В школе домоводства. Вязать учили. Да мы не вязать. Для тепла или для косы. Вязать, 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 вязать. Вязать, вязать ближе. Тепла, вязание ближе. Ближе, конечно. Я сам уже спрашиваю. Давай, давай. Ну, а что тут спрашивать? У них понятные действия. Мне многие... Ну, мне кажется, именно так. На руках домоводства делают. Домоводства, конечно. Вязание получается. И чтобы расслабиться, а как иначе ещё можно? О чём-то минуту кончилось. Кончилось? Нет, нет. Ещё нет. Был первый. А, вот и закончилось минуту. Прошу. Сейчас всё решается, но отвечать будет Николай Силантьев. Прошу Николай. Нам кажется, что некоторые со школы не сделали. В школах раньше, вот когда я учился в школе, был урок домоводства, где девочек учили шить, вязать и готовить. Вот так как готовят все после школы, приходится, шьют сейчас, ну, тоже шьют. А вот вязание, оно как раз для тепла и для красоты. А вот дамы, чтобы расслабиться, хотя лично я, когда учился вязать, меня это страшно заводило, я злился и нервничал. В общем, это вязание. Вязание. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Вязание спицами или крючком. 5-5. И опять, даже без вопроса, вы ответили на этот вопрос. Господин Борщевский, как вам кажется, одолеет команда сегодня телезрители или нет? Ну, вообще, на мой взгляд, сегодняшняя игра одна из лучших у этой команды, потому что, действительно, Николай Силатин просто блещет. Вот, вообще команда хорошо играет. Очень обидно, что не взяли очевидный вопрос с фальшивым монетчицем, но остальные вопросы сложнейшие. Ну, не у всех такая практика, как у вас, Николай Юрьевич. Да, да, да. Вот, великолепно ребята играют, по настроению это вот так, чтобы все играют. Заботаем, ребята. Надеюсь, они победят. Это будет справедливость, они сегодня победят. Посмотрим. Все зависит, как вы знаете, у нас от Волчка. Одиннадцатый раунд. Давайте посмотрим на стол, что за письма остались у нас. Тбилиси. Горельский лесхоз. И Троицк. И Трой. Я так понимаю, по расположению Троицк вряд ли будет. Лесхоз или Тбилиси в Горельском, да? Вероятно, нет. Ну, посмотрим. Все-таки Тбилиси. Все-таки Тбилиси. Ребят, работаем. Работаем. Против вас играет художник Ие Митривелли. Город Тбилиси. Послушайте отрывок из стихотворения, которое было опубликовано в одном американском журнале в конце девятнадцатого века. В лицо ее без носа я гляжу. Не вижу глаз, но трепетно шепчу. Любимая, тебя я обожаю, и зубы белые ее, слегка светясь, улыбкой мне во мраке отвечают. Внимание, вопрос. Кому было посвящено это стихотворение? Назовите его фамилию. Мужчина. Рентгену. Рентгену, да. Еще. Да, да, да. Да все, ну а что дальше? Поехали. Статуя Свободы. Он. Вот он. Эйфель, как зубы. Автор. Эйфель. Ну, кто статуя Свободы? Никольдайфель. Нет. Какие еще изобретения конец цвета? Да белый санат. Да, белый санат. Да. Конец девятнадцатого века. Ну, и он все. Ну, и зеведен мягкие тканы. И глаз не перестанет. Да, но она не он. Господин ведущий. Ему, ему, ему. Господин ведущий. Сейчас, конечно, все закончится. Понятно. Это точно. Да. В любом случае. Но я не хочу тянуть время. И не потому, что меня сдали нервы, потому что... Ну, может быть, Андрей, вы потянете немножко? Ну, если вы нам подсказываете, что надо потянуть разве что... Не надо, нет. Не надо, нет. Не, ну, другую версию. Решайте сами уже. Хорошо. Отвечает и время стекло. Вадимир Молчин. Еще восемь секунд. Вильгельм Рентген. Вильгельм Молчин. Вильгельм Молчин. Вильгельм Молчин. Прошу. Владимир, прошу вас. Я думаю, что эти строки адресованы Вильгельму Рентгену, изобретателю рентгеновских лучей, а то, что нам вот сейчас было прочитано, это, собственно, описание рентгеновского снимка головы. А теперь, внимание, правильный ответ. Посмотрите. Сейчас вам вынесут все. Это рентгеновский снимок. Посмотрите. Посмотрите. В ее лицо без носа я гляжу. Не вижу глаз, но трепетно шепчу. Любимая тебя я. Обожаю. Рентген. 6-5 в пользу команды Андрея Козлова. Хорошо. Спасибо. 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 Кто принес. Кто принес. Кто принес. Победу. 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 Подадите мне сказать. Кто в лесу, кто смеется, кто хочет, кто бьется, кто ищет, кто всегда найдет. Вельский сад. Команда Андрея Козлова одерживает победу над телезрителями и перемещается на первое место в текущем рейтинге. Команда Клуба. И становится главным кандидатом на выход в финал зимней серии. Что, где, когда. Вот имена победителей. Борис Бургав. Поздравляю вас, Борис. Владимир Молчанов. Алексей Капустин. Игорь Кондратюк. Николай Силантьев. Браво. И комбинат команды Андрей Козлов. Внимание. Сейчас будет определён лучший игрок этой команды. Господин Бешев. Кого абоненты признали лучшим? Господин Бешев. Я солидарен с абонентами МТС. И сегодня лучший игрок тот, который в портрете пришельца распознал образ матери. Николай Силантьев. Поздравляю. Николай Силантьев. Он ответил на три вопроса сегодня, кстати. Господин Бусельников. Кому достанется приз за лучший вопрос? Поздравляю. Нам традиционно нравятся вопросы про деньги, поэтому приз за лучший вопрос получит Елена Воробея из Киева за вопрос об отдельных долларах. Все телезрители, чьи письма с вопросами остались со столе, получат компенсацию в 10 тысяч рублей первой строковой кампании. Это Нина Максимюк, посёлок Горильского лесбоза, и Сергей Речин из Троицка. Очень похож на портрет матери вообще. Следующая игра зимней серии состоится в следующую субботу 13 декабря в 23 часа на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Олеся Мухина. Господин Новиков, господин Мухин, госпожа Кислинкова. Ждём вас через неделю. А эта игра окончена, господин Козлов и компания. Спасибо вам за игру. И вам большое спасибо.